«Я люблю тебя ради Аллаха». Что же на самом деле это означает? Когда вы слышите от кого-то «Я люблю тебя ради Аллаха» или же когда вы говорите это кому-то, вы подразумеваете, что вы любите этого человека исключительно ради Аллаха? А что, если вы любите его за что-то еще? А что, если вы любите свою супругу ради Аллаха? Что именно это значит? Ученые утверждают, что когда вы говорите кому-то «Ухиббука филлях» «Я люблю тебя ради Аллаха», что является сунной Пророка, салаллаху алей вассалям, как в случае с Муадом, ради Аллаху ану, то это означает, что не будь никакого другого повода, кроме Аллаха, то «Я все равно полюбил бы тебя». Таким образом, тут не нужны никакие другие условия. А ответная фраза «Пусть тот, ради кого ты любишь меня, полюбит тебя в ответ», демонстрирует, что наилучшая награда лежит не во взаимности, мол, «Я тоже тебя люблю», а в том, что Аллах на вашу любовь отвечает Своей любовью. Субхану ва Таану. Пророк, салаллаху алей вассалям, привел пример человека, который отправился навестить своего брата ради Аллаха. И ему в облике человека явился ангел и спросил, «Куда путь держишь?» На что он ответил, «Иду навестить своего брата ради Аллаха». Ангел спросил, «А ты что-нибудь ожидаешь от него? Он тебе ничего не должен?» Он ответил, «Нет». «Ты ждешь какого-то одолжения от него?» «Нет». «Может, он влиятельный человек?» «Может, он в долгу перед тобой?» «Может, хочешь напомнить ему о чем-то?» «Может быть, тихо намекнуть ему на ухо, чтобы в следующий визит, через день-два, как ты ранее планировал, прийти и напомнить ему об этом?» «Так в чем же цель твоего визита?» И он ответил, «Единственное, что я люблю его ради Аллаха». «Единственный мой повод навестить этого человека лежит в том, что я люблю его ради Аллаха». Пророк, салаллаху алейкум, сказал, тогда ангел произнес ему в ответ, «Я посланник Аллаха к тебе, отправленный с вестью о том, что Аллах любит тебя так же, как ты полюбил своего брата ради него». «Аллах любит тебя так же, как ты любишь своего брата ради него». Но ведь сама идея в том, чтобы просто наведать кого-то. Бывает так, что вы любите кого-то ради Аллаха, но у вас есть определенные ожидания от него. Вы наводите справки о нем, звоните, с кем вы уже давно не созванивались, или навещаете кого-то, с кем вы давно не встречались. И вы знаете, что есть скрытая причина. Вы осознаете, что вам что-то нужно, и что этот человек может как-то оказаться полезным в ваших мирских телах. И вы пытаетесь наладить с ним отношения под видом звонка или визита. В таком случае это недействительно, поскольку все должно быть исключительно ради Аллаха. Когда вы в последний раз позвонили кому-то, навестили кого-то только потому, что вы любите его ради Аллаха, субхану ата'алю. Встречаетесь ради довольства Аллаха и расстаетесь ради довольства Аллаха. В другом предании пророк, салаллаху али-васалям, сказал, что когда человек отправляется навестить своего брата ради Аллаха, будь он болен или еще по какой-либо причине, навещает больного или своего брата ради Аллаха, то взывает глашатый, взывает ангел со словами. Тибта, то есть «да будешь ты доволен», «да будешь ты всегда очищен и доволен на своем пути». Достаточно целостная мольба за этого человека. Ангел говорит, И да будут благословенны шаги твои, имеется в виду ваши мирские дела. То есть к чему бы вы ни направлялись в отношении мирских дел, пусть ваши шаги тоже будут благословенны. И да обретете вы особенное ложе в раю. Особенное ложе по своему выбору. Благословенное ложе в раю. И когда ангел взывает из дуа, с этой мольбой за вас, просто задуматься. Даже если вы и собирались навестить кого-то с какой-то иной целью, то что вы собирались получить из того, что не упомянуто в той дуа, в той мольбе, произнесенной ангелом? Просто отправившись исключительно ради Аллаха и ради установления связи с Аллахом, Субхану Ва Тааля, Аллах наделяет вас всем, что вы только могли себе пожелать, будь у вас другая цель. Все благодаря ангелу, взывающему с мольбой. Да будешь ты доволен, и да будут благословенными шаги твои, и да обретешь ты самое благословенное ложе в раю. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья и сестры, подписчики канала Миссия Дауа. Пусть этот месяц Рамадан станет самым продуктивным для вас. Амин. По воле Аллаха мы завершили работу над половиной цикла «Ангелы среди нас». Альхамдулиллах. Пусть Всевышний Аллах принесет вам только пользу и благо от Него. Для продолжения цикла нам сейчас крайне необходима финансовая поддержка наших искренних братьев и сестер. Мы считаем, что наши подписчики заслуживают не только достоверный, но и качественный контент. И поэтому мы прилагаем все свои усилия, чтобы наш с вами канал, Миссия Дауа, всегда отвечал всем требованиям истинного призыва. Ведь нас смотрят не только мусульмане. Не упустите возможность в этот священный месяц сделать свой, пусть и небольшой, но весомый вклад в Дауа, благодаря которому тысячи людей будут получать базовые знания, духовную мотивацию и полезные напоминания для укрепления своего имана. Если вы видите пользу в этом цикле и желаете принять финансовое участие в проекте, то вы можете сделать это по указанным реквизитам.